В Бендерский городской суд обратился бывший председатель Республиканского союза защитников Приднестровья Игорь Дуткевич. Он считает, что внеочередная отчётно-выборная конференция этой организации была проведена с нарушениями. Напомним, что 15 мая в Тирасполе новым председателем был избран руководитель Тираспольской организации защитников Владимир Бучко. «С первого до последнего момента задумки и проведения этой конференции она была проведена с грубейшими нарушениями действующего законодательства и устава самой организации. Во-первых, решение о проведении внеочередных, она была внеочередной отчётно-выборной конференции, может принимать согласно устава этой организации только президиум организации. Председатель организации президиум не созывал, не проводил. Созвал президиум Бучко. Хотя в документах общественной организации есть целая серия документов за подписью Бучки, начиная с 2007 года, в которых правомерно, в соответствии со своим уставом этой организации, Тираспольский союз защитников Приднестровья принял решение не участвовать. Сначала принял решение приостановить своё членство в Республиканском союзе защитников Приднестровья, а затем, в августе 2009 года, было принято решение, в котором они объявили всем органам власти, исполнительным и представителям, что считать Тираспольский союз защитников не состоящим вообще в Республиканском союзе защитников Приднестровья. Несмотря на эти нарушения, конференция была назначена, потому что Бучко обещал президенту, что будет проведена 15 конференция, она была назначена. Приехали какие-то люди на эту организацию. Я не отрицаю, что среди тех, кто принимал участие в этой конференции, были действительно защитники Приднестровской Молдавской Республики. Но эти люди приехали, не зная о том, что они участвуют в фарсе, участвуют в спектакле, и их роль не совсем благовидная. Потому что мы точно знаем, что ни в одном городе и районе не были проведены конференции по выбору делегатов на эту внеочередную отчетно-выборную конференцию. Поэтому мы и потребовали, чтобы представить нам протоколы этих конференций здесь в суд. Мы знаем точно, что на так называемой отчетно-выборной конференции не были подтверждены полномочия этих делегатов. Просто кого привезли, не знаем, кого представляли эти люди. Потому что мандатная комиссия не заседала, доклада мандатной комиссии на конференции не было. То есть кем были люди, присутствующие в зале, никто не знает. Мы запросили в суде все эти документы. То есть протоколы так называемого президиума, протокол этих конференций районных, городских, на которых были избраны делегаты. Если они были избраны, списки этих делегатов, чтобы сверить списками тех, кто присутствовал на так называемой отчетно-выборной конференции. И протокол мандатной комиссии, протокол самой конференции. Но самое интересное, что на этом вмешательство органов государственной власти в дела общественной организации не закончились. Мы 20 мая подали иск в Бендерский суд. И во всем цивилизованном мире с момента подачи иска всякие какие-либо другие движения по тем процессам или по тем правоотношениям, которые являются спорными в суде, не осуществляется никаких движений. 23 числа к Игорю Владимировичу Дудкевичу подъехал сотрудник Бендерского УВД, который сказал ему, что по устному указанию начальника УВД города Бендера Лобанова, подполковника Добанова, мне поручено изъять у вас печать общественной организации Союза защитников Приднестровья. В чем он оставил, выдал расписку. Получив доступ к печати, бучка таким образом, то есть с помощью наших правоохранительных органов, Министерства внутренних дел, а персонально подполковника Лобанова, почему указание было изъято печать, он быстро успел в регистрирующих организациях Министерства ЕСИЦ зарегистрировать себя как председателя Союза защитников Приднестровской Молдавской Республики. Ходотайство о мерах по возврату, как считает истец незаконно изъятой печати, суд не удовлетворил. Также были отклонены ходотайства об отводе судьи и вызове в качестве свидетелей руководителей территориальных организаций. На процессе присутствуют наблюдатели ряда организаций. Я не был на конференции, не участвовал, но я знаю те, кто был там. Понимаете, о нём не было сказано ничего плохого о Дудкевича. Но выступая Высочанский, член Президиума, выступая за него как бы с докладом, он заявил о том, что целью конференции есть то, чтобы переизбрать руководство. Я не присутствовал на этой конференции, потому что я не член Союза защитников Приднестровья. Я в своё время оттуда вышел, когда Василия Витта оттуда убрали. Я в знак протеста это тоже ушёл, забрал заявление, сказал, что я больше с этой организацией, как казалось, оправд. С вами не имею, потому что я был там, в Президиум тогда входил, и с Виттом мы в хороших отношениях были. Тогда было первый раз такое, с благословения Смирнова допущен беспредел. Я ушёл, и этот беспредел уже и нынешний президент, к сожалению, подхватил правовой. Потому что всё то, что сделал, в так называемой конференциях, потому что у нас республика даже не район Москвы, а гораздо-гораздо меньше. Мы все всё знаем, мы прекрасно знаем, что конференции не проводились, делегаты не выбирались. Если на этой конференции из зала спрашивали, Бучка, а где ты воевал, и он сказал, ещё не настало время говорить, где я воевал, ну извините, это в открытую людей послали, и они утерлись и выбрали Бучку. Я надеюсь, что всё-таки, я как юрист, я считаю, что закон должен быть превыше всего. Закон о справедливости, это разные вещи, вот это можно рассуждать. Но всё-таки с точки зрения закона, я не вижу ни одного законного основания, чтобы признать эту конференцию. Поэтому мне интересно своё мнение составить. Своё мнение о деградации нашей юстиции составить. Я приблизительно представляю, опять же, как юрист, степень её деградации. Но лишний раз убедиться и лишний раз потом привести пример и сказать, я был очевидцем того, и того, и я хочу лично поучаствовать, посмотреть в этом деле, как это дело будет развиваться. На заседание ответчик Владимир Бучка, его представитель и представитель третьей стороны Минюста не пришли. Как было сообщено, по уважительной причине. Следующее заседание назначено на 21 июня.